56 за, 44 против. Сенат США признал конституционным процесс импичмента Дональда Трампу после окончания его срока. Следовательно, процедура разбирательства в отношении бывшего президента продолжится. Причем поддержали такой шаг не только демократы, но и шестеро республиканцев. Премия в Верхней Палате Американского Парламента продолжались 6 часов и периодически проходили на повышенных тонах. Демократы уверены, что Дональд Трамп виновен в подстрекательстве толпы, взявшей штурмом Капитолий. Как следствие, ему должен быть объявлен импичмент с последующим запретом в будущем занимать любые государственные должности, в том числе и президента. Защитники Трампа обвиняли оппонентов в политизации процесса. Они уверены, что бывший глава государства не подстрекал демонстрантов, а лишь реализовывал свое право на свободу слова, защищенное первой поправкой Конституции США. Но эти доводы не убедили даже некоторых республиканцев. Я решил, что стану беспартийным наблюдателем. Все, кто следил за дебатами, отмечают, что они были хорошо организованы. Позиция обвинения соответствовала Конституции и имела под собой хорошую юридическую основу. Их доводы у них показались убедительными. А вот команда президента Трампа была неорганизована. Они говорили обо всем, кроме сути слушаний. Ранее продолжение процедуры импичмента Дональду Трампу поддержала Нижняя палата парламента. Теперь каждый из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов с возможностью проведения премий. Если сенаторы утвердят импичмент Трампу, то после этого пройдет второе голосование о запрете ему занимать государственные должности. Впрочем, для того, чтобы демократам добиться своего, им нужно заручиться поддержкой еще 11 республиканцев. Дональд Трамп события последних дней не прокомментировал. Его аккаунт в Твиттер заблокирован.